Ребята, всем привет! С вами канал GameDop. Сейчас, короче, я буду рубаться в Танзи Панду, но только себе сейчас чаёк сделаю и начнём. На мою пухлую морду не обращайте внимания, только проснулся. И сразу захотел поиграть в Танзи Панду, потому что мне приснился вещий сон. Да-да-да, вещий сон. В этом сне я себе взял крылья. Вот этим я сейчас и займусь. Ну, как только чай сделаю, конечно. Итак, ребята, всё. Огромная, ну, на пол лица чашка чая готова. Второе. Карточка. Бомжовская карточка, как я называю её. Почему бомжовская? Потому что мне её дали на бирже труда, как бомжу безработному. Короче, карточка здесь примерно есть 10 баксов. Так что этих 10 баксов на крылья полюбас должно хватить. Даже вот так. Так, мобилка готова. И... Им нужно, наверное, приступать. Также я на мобилке врубил режим полёта, чтобы мне никто не звонил, потому что это очень ответственный момент получения крылышек, которых я так долго ждал. Если бы мне сон бы не приснился, я бы их бы и не покупал. Они мне и нафиг не нужны. Ну, как не нужны? Конечно, я вру. Я их хотел и хочу. Также я могу похвастаться своим уже, ну, открывайся, 57-м уровнем. Также постоянно писали себе, возьми питомца, того мужика-голова, как он называется. Хэнк! И вот мне вчера падают, короче, куски на его, думаю, товарищная судьба. Беру Хэнка. И вчера целый вечер его, короче, качал, выбирал вот эти шарики, выбивал. Эх, один шарик нужен. Один шарик нужен. Смотрите, все порталы по нулю. Потратил все до единого зеленые шарики, чтобы выбивать нужных шариков. Вот так называю шарики шариками. Потому что не помню, как он называется, что... Так. Качаем Хэнка дальше. Не знаю, пока мне то написали, бери его. Но пока мне он, не знаю, не нравится. Ничего, ничего я в нем особенного не вижу. Вот капитан, да. Бэт офигенный. Ну, Хэнк. Я пока ничего в нем нормального не вижу. Но может потом, когда прокачается, он будет... Будет... Будет нагибать. Так. Так. Перед покупкой крылышек, пособираем все бонусы. Все-все. Почта. Меня кто-то ограбил. Бывает. Бывает. Бонусы, бонусы. Так же. На рынок зайдем. Что здесь продают, глянем. Зайдем в видео. Здесь, по идее, нужно... Нужно... Бонус забрать. Да. Я не ошибся. Бонус забрать. Вчера даже кто-то в гильдию вступил в мою. Теперь мы здесь вдвоем аж. О, члены гильдии. Какой... А, 24 уровень. Чувак, качается. Молодец. На рынке гильдии. Я... Купил все почти, что хотел. Там больше ничего интересного не осталось. Итак, сам процесс покупок крылышек. Я думал, чтобы его получить крылышки, нужно купить 100 алмазов. За 1 доллар можно купить 90 алмазов. Я думал, что 90 алмазов на крылышки не хватает. Нужно покупать за 5 баксов. Ну, 150 плюс 300. 450 алмазов. Чтобы крылышки первые получить. Но потом я внимательно почитал. Тут написано. Награда за первый платеж. Получается. Я покупаю за 1 доллар. Кристаллы говняные. И мне дают крылышки. Я почему-то это раньше не прочитал. Не вник в эти слова. И я думал по-другому. А что такое 1 доллар? Это вообще копейки. Хотя бомжу и... И 1 доллара жалко. Я про себя. Так. Ну, давайте. Я даже не знаю, как это покупается. Все. Думаю, с помощью... В карточке у меня все получится. Ну, вот нажимаю платеж. И что оно мне показывает? Оно что-то думает, думает. И кран потух. 22 гривны 40 копеек. Там был бы такой курс доллара у нас бы. Не знаю, я бы купил бы по такому курсу доллара. За ту курс доллара сейчас 25 гривен 15 копеек, кажись. Потому что я заказывал наушники через Китай. Так, по 25 гривен за доллар покупал. Итак, продолжить. Не знаю, давайте добавить. Номер карточки. Так, ладно, я увожу это все. Ну, я от вас это все закрою. А то знаю, всякие хакеры найдутся, которые мои 8 долларов украсть захотят. Так, а что такое? А, это типа дату ввести. Окончание карточки. И какой-то шифровальный код. А адрес обязательно вводить. Я не хочу его вводить. Эээ! Нет, я все сбил, теперь по новой вводить. Ну, я неудачник. Индекс? Я свой индекс не знаю. Ладно, сейчас пойду искать его. Так, гляну, короче, индекс. По сайту Алиэкспресс я там заполнял. Когда-то давно очень. Думаю, он уже не поменялся. Так, нажали сохранить данные. Думаю, карточку можно отложить. Неверный номер карточки. Проверяем еще раз. Как неверный? Верный! Верный! Я же говорил, я не знаю, как его, блин, это все делать. Попробую свою имя, фамилию по-английски написать. Ладно, ребята, короче, я как-нибудь разберусь и потом включусь. Потому что сейчас эти тупеньки будут, наверное, на пару часов. Короче, какой-то бар с карточкой, и получается, лимит интернет-покупок там стоит ноль. Хотя я заказывал буквально неделю назад через сайт товар. Оплачивал карточкой. И почему лимит карточки стал ноль? Взял опять поставил, ну, лимит поднял. И мне сказали ждать 20-30 минут. Печально, печально. Придется ждать. Решение по вашей заявке будет принято в течение 20-30 минут. Итак, ребята, короче, какой-то косяк с карточкой. Пришлось мне уже в банк сходить. Хорошо, что банк тут недалеко от меня. Сходил там, повысили мне лимит через покупки в интернете. Ну, будем сейчас пробовать. Что же опять, блин, не так? Какой мост? Вот это уже вообще облом. Я не выкупаю. Что за херня? Почему я товар покупаю по сайтам спокойно? А эта фигня не проплачивается. Ой. Итак, меня это уже начинает напрягать. Оплата почему-то не прошла. Но смотрю по сайту, бабки содрало. Доллар уже один ушел. Но тут-то ноль эффекта. Еще раз нажму-ка. Последний раз нажимаю. Сейчас опять доллар сожрет. И тут написано, какой у с доллара 22.40. А с карточки снимает 25.15. Пароль еще, блин, каждый раз вводить. Или... Ну давай, ты уже крылья хочу я. Хочу крылья. Что-то дольше думать, чем в прошлый раз. Платеж выполним. Платеж выполнил. Крыльушки, крыльушки, давайте мне. Тыковку на спину. И где она? Где эта тыковка? Вот они. Вот она. Ух ты. И, правда, самая-самая начальная. Применить. А как она... Отображается или не отображается? Или у меня оно в настройках отключено? Уууу, у меня спина горит теперь. Да? А ну... Вау. Просто добавляет свечение. Это не как во всех героях, где крылья вырастают. У панды все скромнее. А когда одеваешь костюм... А не, немножко горит что-то. А ну... Ну так, совсем немножко. Какой-то типа посох в той кисточке на спине, который загораться начал. И тыковку получил. Вот так вот. Полдня мучения. Полдня мучения. Отвечаю. Полдня. С утра начал снимать. Уже... Уже обед. Ой. Сейчас попробую их это поулучшать. И пойду, короче, кушать. Как их улучшать? Как обычные эти? А я думал там как-то по-особенному. Ладно, это понятно. Ой, так, можно очищать, можно. Класс. 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 Чего? Всё? Три уровня очищения только. А здесь что? Так. Ух ты. Ух ты. Чего нужно? Ага, усиление 60, чтобы было. Ну, давайте поклацаем усиление 60. Блин, ну это я намутил с этим крыльями. Сейчас по сайту проверю. Короче, не знаю, в чём прикол. У меня раз содрало. Короче, такой прикол. Я знаю, в чём вообще фишка, блин. Сначала содрало у меня 1 бакс. Получается по курсу 15, нет, 25-13. Потом смотрю, когда уже второй раз покупал эти тыкву. Содрало 23-87. И сразу же вернули мне 25-13. Блин, всё зашибись. Не знаю, наверное, первая транзакция была проверочная. Типа я им, а не мне. Типа кинули баблишко, чтобы проверить, как сумма проходит. Короче, всё нормально. Сожрало, короче, только 1 доллар. Если бы я раньше знал, что можно за такую сумму купить себе эту тыковку, я бы не мучился, а покупал бы её сразу же. Ааа, у меня золото кончилось, бомжище я. Бомж полный. Шо в реале, шо в игре. Цитадель. Ладно. Можете меня поздравить с моей тыквой, типа крыльями и для панды. Пойду я, короче, жрать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Продолжение следует...